Фестиваль воздухоплавателей в этом году вновь начинается в экстремальных условиях. В продолжение выпуска наша традиционная рубрика «Дневники небесной ярмарки». О первых полетах и результатах соревнований смотрите прямо сейчас. Дневники небесной ярмарки «Дневники небесной ярмарки». Дневники небесной ярмарки «Дневники небесной ярмарки». Вечерний брифинг понедельника начался на Соборной площади, а закончился в месте взлета. Не дождавшись спокойных условий для баталий, пилоты решили совершить просто ознакомительный полет над нашим городом. Каждый принимает решение о вылете самостоятельно. Но кто не летит, тихонечко мне потом подойдет и скажет. Взлететь рискнули не все, но те, кто поднялся в воздух, развили небывалую скорость в небесах. Ветер нес аэростаты над городом со скоростью более полусотни километров в час. Преодолев городские постройки, пилоты пошли на посадку. Точкой приземления для экстремалов стала площадка за селом Филипповка. Несмотря на капризы погоды, резко меняющие свое направление, полеты в рамках спортивных состязаний все же проходят. По состоянию на вторник, 27 июня, пилоты смогли два раза подняться в утреннее небо, чтобы выполнить задание спортивной дирекции. Помимо сложностей в небе, организаторы сталкиваются с проблемами и на земле. Не всегда участникам удается найти место для старта. Сезон сенокоса еще не окончен, поэтому многие луга недоступны для развертывания аэростатов. Тем не менее, участники уже выполнили пять заданий. А это значит, программа «Минимум» для текущих соревнований уже пройдена. Промежуточные итоги таковы. На данный момент лидирует москвич Сергей Латыпов на аэростате Аэронатс. Немного уступает ему наш земляк Игорь Вертипрахов на шаре Кнауф. На третьем месте туляк Олег Снитков на аэростате Барбадос. Замыкает список кунгурях Александр Дульцев. Из-за аварийного приземления члены его команды и оболочка аэростата получили незначительное повреждение. Но выходить из соревнований он не намерен. Что будет дальше, покажет время. Редактор субтитров А.Семкин